Дверь универсальной Дверь универсальной Дверь универсальной Повышение стоимости проезда в маршрутках Для большинства горожан стало неожиданностью Привычная цифра в 12 рублей Не менялась настолько давно Что многим стало казаться постоянной Опрос на улице города показал Сколько людей, столько и мнений Что творится в этой стране Ужас один Сейчас коммунальное хозяйство спросите Еще что-то спросите Я очень плохо отражаюсь Для вас это существенная разница? Для меня не очень Но все равно люди недовольны Вообще-то правильно сделали Потому что трамваи плохо ходят Их надо ремонтировать Автобусы тоже самые Так что я считаю, что все свое время сделали Да все равно как-то Прибавили, не прибавили Без разницы Вообще-то иностранцы, но мы считаем, что у вас транспорт Очень дешево И поэтому у вас нет возможности Или нет возможности этим представителям Которые доставляют эти услуги Больше сервиса Лучшие машины Лучшие возможности И поэтому это мы считаем нормально Нормальным и даже необходимым Повышение тарифа на проезд в маршрутном такси Считают тверские транспортники На фоне постоянного роста цен на энергоносители Сумма в 12 рублей кажется смешной Повышение вообще запоздало Последнее повышение тарифа на маршрутное такси Было в 2007 году То есть в течение пяти лет у нас тариф на маршрутное такси Не повышался Но зато у нас повышались цены на топливо На запчасти Да, на те же транспортные средства Не у всех перевозчиков хватает возможности Обновлять подвижной состав В результате, что мы видим на дорогах Мы видим разбитые транспортные средства Аварии По предварительным подсчетам для того, чтобы полученных от маршрутных такси Средств с лихвой хватило на полноценное обслуживание транспорта И выплату зарплаты работникам Стоимость проезда в маршрутке должна быть не менее 25 рублей И этот тариф, по моему мнению Также не позволит полностью возмещать расходы А позволит только остаться как бы на полову Если мы посчитаем даже индекс инфляции Который был в течение этих пяти лет У нас получится 35% Ну в среднем у нас 6-7% Ну вот считайте 30-35% У нас повышение произошло на 25% Со своей стороны Тверской автотранспортный союз Уже делал неоднократные предложения В региональную энергетическую комиссию Министерства транспорта Рассмотреть вопрос о ежегодной индексации этого тарифа Хотя бы на индекс инфляции В настоящее время экономическое обоснование Повышение оплаты проезда в общественном транспорте В региональную энергетическую комиссию Направили МУП Горэлектротранспорт И предприятие ПАТП-1 А это значит, что трамвайным и автобусным билетикам Также недолго осталось стоить всего лишь 12 рублей ГИБДД России отмечает 76-й день рождения Именно 3 июля появилась Государственная автомобильная инспекция Позднее переименованная Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Анна Шевчук побывала на празднике В час дня возле областного ГИБДД Собрались полицейские, ветераны службы, первые лица города и региона Прознование памятной даты началось с возложения цветов к мемориальной доске Бывшему начальнику ГАИ, полковнику милиции Валентину Цветкову И камня на аллее памяти сотрудников Госавтоинспекции Погибших при исполнении служебных обязанностей Затем все приглашенные приняли участие в торжественном собрании За всю историю службы неоднократно менялось название Структуры подразделений, обеспечивающих безопасность и правопорядок на российских дорогах Но задача, стоящая перед госавтоинспекторами, с года в год не менялась Перед нами стоят задачи, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения И повышение уровня защищенности граждан от ДТП и их последствий Укрепление доверия со стороны участников дорожного движения к службе ГИБДД Предупреждение и раскрытие преступлений Профилактика крашу угонов транспортных средств Противодействие легализации транспорта криминального происхождения Повышение эффективности выполнения контрольно-надзорных функций По линии дорожного и технического надзора Регистрационно-экзаменационной деятельности Переоценить значимость этой службы сложно, отметили все присутствующие Современная организация жизни в городе невозможна без вас В городе сейчас 150 тысяч автомобилей А с учетом того, что жители приобретают каждый год 10% еще автомобилей То можно предположить, что через 10 лет количество автомобилей в городе увеличится в два раза В зале присутствовало всего несколько десятков человек Большинство же встречает свой профессиональный праздник на посту Гоголевского ревизора сыграли конаковские чиновники Такой подарок сделали жителям местной власти В спектакле приняли участие только непрофессиональные актеры Руководители муниципалитета, главные врачи больниц, директора муниципальных предприятий Председатель горы сберкома и еще около десятка депутатов и чиновников Возглавил актерскую труппу глава города Валерий Максимов Он и сыграл городничего Антона Антоновича Сквозник Дмухановского Кстати, он и был автором этой идеи, пишет российская газета Подготовка постановки длилась полгода Спектакль зрители приняли на ура А все билеты были проданы еще задолго до премьеры Однако стоили они недешево Раскошелиться пришлось на сумму от 500 до 1500 рублей Все сборы от спектакля пойдут на благотворительные цели Дверь Универсал Банк Устойчивая в динамичном Молодежный форум Селигер начал свою работу в Верхней Волжье В нем примут участие более 20 тысяч человек из 80 регионов России И более чем 80 стран мира По традиции на Селигере разбит полевой лагерь с необходимой инфраструктурой На территории которого пройдет ряд тематических смен Четыре заезда форума объединят 11 тематических смен Посвященных инновациям, предпринимательству, искусству, СМИ, волонтерству, фитнесу, строительству Государственному и муниципальному управлению, международным отношениям А также участию молодежи в сфере ЖКХ Завершит свою работу форум 2 августа Губернатор объявил борьбу очередям в детских садах Доступность дошкольного образования требует кардинальных реформ и оперативных решений Андрей Шевелев собрал глав муниципальных образований, чтобы обсудить планы на будущее Подробности в следующем сюжете Около 70% юных жителей региона уже имеют свое место в детских садах А большая часть тех, кто только ожидает свою очередь, проживает в Твери, Вышнем Волочке, Торжке, Благовском, Конаковском, Калининском, Кувшиновском, Лихославском районах Главы этих муниципалитетов и были приглашены губернатором на разговор Как отметил Андрей Шевелев, безусловно, в целом работа в этом направлении не стоит на месте В прошлом году очередь удалось сократить до 4200 мест Но впереди стоит задача в минимально возможные сроки ликвидировать ее полностью Область в стороне этого вопроса стоять не будет Но от некоторых муниципалитетов требуется принятие оперативных решений, обозначил Андрей Шевелев Что касается правительства области, мы выстраиваем политику на оказание помощи муниципалитетам И в дальнейшем в решении этой проблемы будем это оказывать Но с вашей стороны, со стороны муниципалитетов, мы хотим видеть серьезную работу и от вас И серьезное понимание задачи В Торжке проблему мест в садах планируется закрыть к январю 2013 года Доложил глава города Анатолий Рубайло За этот период здесь предполагают ввести в строй новый детский сад на 135 мест Закрывать очередь намеренно в Торжке и другими путями У нас есть одно детский сад, вариативный, который полностью содержит ЛПУ «Газпром» В этой связи мы сейчас прорабатываем и с рядом предприятий, и с созданием таких же групп То есть для работников этих предприятий, с учетом того, что он 50 на 50 с муниципалитетом содержания Также мы запланируем на 2013 год проведение ремонтных работ в центре образования И сейчас проводятся сметы, что позволит нам дополнительно ввести 40 мест для дошкольного То есть это старшие группы По словам членов правительства Торжок и Вышний Волочок Те города, где за последнее время видны подвижки в обеспечении доступности дошкольного образования Частно-государственное партнерство видит как вариант решения проблемы Но существенную часть очередности в Твери думают снять за счет строительства детских садов Один на улице планерной большой на 12 групп Я думаю, что на следующий год мы начнем его строительство Создание дошкольных учреждений на первых этажах новостроек рассматривают в Твери в качестве варианта решения проблемы Андрей Шевелев обратился к городу с тем, чтобы проработать этот вопрос с Минстроем Особый губернатор также обратил внимание на ситуацию в Удомирском районе В прошлом году на реконструкцию здания под детский сад Из областного фонда софинансирования расходов было выделено 4 миллиона рублей В конце 2011 года учреждение должно было принять детей Но ремонт до сих пор не завершен Как заверила Татьяна Павлова, осенью этого года детский сад будет введен Такие же сроки ставят и в Калининском районе Садик, то есть Авакумовское поселение на 80 мест И мы планируем его ввести к сентябрю 2013 года Второй объект это у нас спортивная школа Она в аварийном состоянии в деревне Колталово Значит у нас в августе месяце планируется демонтаж этого спортивного зала И как бы начало всей процедуры Тоже ввести мы его планируем в 2013 году к сентябрю месяцу Конаковский район, так же как и Балаговский, будут на особом контроле правительства Что касается Балаговского района, то здесь речь идет о строительстве детского сада в микрорайоне Заозерный Три года назад был сделан проект, на котором все и закончилось Как было обговорено на совещании, вопрос возможности дальнейшего его использования будет прорабатываться с Минстроем Сам делается, ищет, находит варианты, движение идет Я не говорю, что завтра 100 должно быть закрыто Здесь 15, там 20, там 25 Я одно хочу, чтобы этот вопрос у вас стоял на персональном контроле На персональном Варианты возникают каждый день возможные Вот уже на протяжении многих лет экипаж Тверской яхты Апостол Андрей совершает путешествие в Арктику С целью выяснения тайной гибели знаменитых российских мореплавателей На этот раз плавание будет посвящено последней экспедиции Исследователя Владимира Русанова, пропавшего без вести в северном ледовитом океане 100 лет назад Последнее плавание Владимира Русанова на судне Геркулес Было посвящено установке столбов на добычу каменного угля По следам этой экспедиции и пройдет яхта Апостол Андрей Путешествие начнется 4 июля в Шлиссельбурге И продлится около двух месяцев Ну, это задача пройти с теми путями Может быть, потом на обратном пути со Шпицбергена мы пройдем через Новую землю Маточкин-Шар, если нам позволят военные власти Последнюю записку оставил Владимир Русанов в 1912 году До осени, сказав, что идет дальше на восток После этого экспедиция исчезла Вот, и были найдены только кое-какие вещи Двух матросов, поповщих в чинах этой экспедиции Ну и столб с надписью Геркулес 1913 Это еще на западном побережье Таймыра На этом у нас все Мы желаем вам самого-самого хорошего До свидания, до встречи Дверь Универсал Банк Устойчивая в динамичном Редактор субтитров А.Семкин